С каким настроением отмечают сотрудники органов внутренних дел Приморья свой профессиональный праздник? С хорошим. Хоть работы меньше и не стало, но результат виден. Количество зарегистрированных преступлений в 2017 году снизилось более чем на 9%. Криминогенная обстановка теперь не столь напряженная. Это отмечают и иностранцы, китайцы, японцы, корейцы, активно выбирающие Владивосток для отдыха. Приморья по количеству преступлений находится на 14 месте в стране. Впереди Москва, Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Наш ближайший сосед Хабаровск на 15 месте. Ситуация меняется к лучшему, потому что на страже законности стоит многотысячный коллектив управления МВД России по Приморскому краю, который 10 ноября отмечает свой профессиональный праздник. А это признанные профессионалы. Вот некоторые цифры. В прошлом году было зарегистрировано за год 55 изнасилований. Даже в самые лучшие советские времена их регистрировалось больше. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 40 преступлений против половой неприкосновенности. Меньше стало пьяных семейных дебошей и поножовщины. Количество преступлений, совершенных в быту, сократилось на 35%. На 23% снизился уровень подростковой преступности. Молодые люди не слоняются по улицам, а привязаны к своим гаджетам. Конечно, основная причина снижения криминогенности – изменение экономической ситуации в стране и регионе и позитивные изменения в общественном сознании. У многих появилось уважение к полиции и её труду, нетерпимое отношение к проявлениям противоправных деяний. Больше стало народных дружинников, стало больше патриотизма в отношении своего дома, микрорайона, населённого пункта. В 2017 году сотрудниками полиции Приморья раскрыт ряд тяжких имущественных преступлений. Задержаны трое граждан, хорошо освоивших взлом металлических дверей в квартирах Владивостока. Серия преступлений пресечена. Задержана организованная группа, на счету которой несколько разбойных нападений и грабежей в Находке и Артёме. Взяты автоугонщики и грабители машин в Арсеньеве. Значимыми и резонансными остаются раскрытые дела о незаконной добыче и сбытии дериватов. Это ещё одна тенденция последних лет, напрямую связанная с развитием торговых отношений с Китаем. У всех на слуху дела по сбыту шкур амурских тигров и других краснокнижных животных. Виновники предстали перед судом. По мнению руководства Края УВД, тревогу вызывает, что в Краевом центре в преступлениях часто фигурирует травматическое оружие, которое было у людей на законных основаниях. В этом году произошло два подобных случая. Фигуранты установлены и понесут заслуженное наказание. А между тем преступления можно было бы избежать, если бы аргументом в споре не выступала травматика. Владивосток с точки зрения охраны общественного порядка находится под особым вниманием полиции. Ведь здесь регулярно проводятся различные массовые мероприятия, в том числе и международные. Форумы, конференции, выставки, ярмарки, праздничные шествия и уличные концерты на площадях и набережных. В этом году охрану общественного порядка обеспечивали почти на трех тысячах мероприятий. С лица каждого жителя города Кривостока я вас искренне поздравляю с вашим профессиональным праздником. Сегодня мы поздравляем мужественных, ответственных, стольких людей, которые избрали целью своей жизни в борьбу с преступностью. От вас зависит чувство безопасности, которое ощущает каждая жизнь нашей страны. Поэтому администрация города Кривостока желает вам крепкого здоровья. Вашими семьям мы желаем нечеловеческой терпеливости и пусть все опасности, которые пронизаны каждый ваш будничный день, минуют вас стороной и не печалят ни вас, ни ваших близких. Спасибо за службу. Поздравляем еще раз. У полицейских появляются новые задачи. Защита экономики от криминала и борьба с коррупцией, противодействие экстремизму, религиозной нетерпимости и терроризму. Их компетентность и эффективность растет. Конечно, по традиции в этот профессиональный праздник вспоминают тех, кто до последней минуты своей жизни с достоинством исполнил свой служебный долг, отдав самое дорогое – свою жизнь во имя торжества закона, мира и нашего с вами спокойствия и благополучия. Максим Яковлев, новости на восьмом.